всем привет ребята это руна ким добро пожаловать на мой youtube канал я надеюсь что у вас все хорошо хорошее настроение и да вы наверное по заголовку уже поняли о чем это будет видео сегодня мы будем вместе сами то есть я и вы будем знакомиться с творчеством нашего казахстанского молдового певца по имени димаш кудайбергенов вы многие меня просили чтобы я как-то прокомментировала и вообще посмотрела и что-то сказала нравится это не нравится и вообще кто этот мальчик насколько я знаю я вообще честно говоря почти все время видела плакаты у нас в астане с тем что димаш кудайбергенов победил на славянском базаре там то есть разных конкурсах побеждал что он шикарно поэтому вообще никогда ни разу я не слушаю потому что я вы наверное знаете я я скажем так в основном слушаю только кей-поп музыку либо зарубежную там типа американскую музыку поэтому как бы я толком не знакома с нашим казахским шоу-бизнесом точнее мне как бы это было неинтересно но этот мальчик получает такую популярность в китае и что самое интересное я раньше видел как он выглядит потому что же говорю висели его плакаты но это был типичный такой знаете мальчик казах ну как вот кайрат нуртас если вот кто-то из казахстана смотрит вы наверное знаете да как кайрат нуртас выглядит вот он точно так же выглядит такая же прическа паш называется или как она называется а тут бац он пишут новостях что он решил участвовать в китайском конкурсе который называется она сына то есть я певец и насколько я знаю там участвовать не просто какие-то в любители а именно то есть более-менее уже профессионал то есть люди которые уже некоторое время выступают на сцене есть какие-то награды какой-то скажем так хороший опыт за плечами и то есть вот среди них каждую неделю отбирают новых и новых участников сейчас по моему же четвертая недели то есть четвертый этап я до сих пор не смотрела что мальчик димаш поет поэтому очень интересно и давайте вместе с вами посмотрим и я впервые делаю какую-то знаете типа реакцию я даже не знаю я обычно очень бурно реагирую когда что-то смотрю без разницы корейская не корейская и всегда обычно много комментирую но не знаю смогу ли на камеру вообще когда реагировать потому что мне как-то неудобно я обычно таки комментарии знаете делаю что всем становится вокруг стыдно и так вот первое вела димашку да и бирьяна в ютюбе тут находится первый тур мир в шоке от казахов вау ну чисто из-за этого этого мальчика можно уважать кстати по моему ему 22 и кстати ему ради этого конкурса прям кардинально поменялись стиль и вы знаете девчонки это скажем так яркий пример того как мальчику просто изменили стиль то есть его одели как айдола постригли все его кто-то слегка подкрасили все и кстати знаете тут сразу же камень в огород тех кто против группы на nc1 чего против вот димашку дайбергенов прекрасно поэт поэт на казахском языке то есть все им гордятся но ведь тоже накрашен имейте это ввиду ну что ж с богом я прям нервничаю ну давайте посмотрим первая песня что же он тут поет у вас взгляду видно что уверенный чувак давай омерят китайцы он будет петь французскую песню s.o.s чистенько так насколько я знаю здесь очень низкие ноты и очень высокие ноты я слышал как пел наш кайрат тун теков то есть певец как себе акцент хороший то есть произношение хорошее вот так делает типа ловит ноту академическое фильме явно молодец необычный голос в стол это прям как йоджа да вот я же говорю видите стиль поменяли ему одет молодец так хорошо прям эмоции передают аж прям мурашки да сидеть остын тюбард арест ноты о хорошем мол, вот есть Так, прям чувственность сделаешь, классно. Мягко. Офигеть. Я даже не хочу пробовать брать такую ноту. А я ведь девушка, у меня сопрано, это парень. Там люди шлачут. Я люблю, что я так пел. классно Музыка Музыка поставил точку такую плавную аккуратную это было круто да действительно действительно ему надо похлопать я не представляю наверно в реальности такую видит вообще капец какую-то прям вот действительно блин вот и им можно гордиться так шикарно поет такой необычный голос я просто в шоке я даже не знаю может ли тот так петь я слышала что его называют помните по вторым видосом но мне кажется это неправильно потому что видос больше поет скажем так на фальсете то есть у него развитый такой фальсета круто поет теперь блин у меня теперь руки часто сколько четыре этапа да получается да уже четыре недели капец я еще три песни на посмотреть как что за песню там пел по-моему он пел моего любимого исполнителя фредди mercury то есть группу queen мне интересно прямо послушать как он спел классно блин девчонки всем вам советую поддержать вашего димаша молодец вот он чем не айдол вот он айдол ему дали возможность он стал супер мега айдолом и выглядит также и поет также мощно то есть одет то есть вот вот готовый айдол офигеть действительно чем не айдол я в восторге я уверена что теперь буду чаще слушать исполнение димаша потому что молодец хорошо поет мальчик прямо действительно говорю же есть за что его уважать и гордиться тем что он из казахстана то что он казах конечно у нас есть такая проблема в казахстане что мы начинаем гордиться только тогда когда где-нибудь за рубежом начнет показать а когда у нас пока свой талант мы скажем так таких людей не обращаем внимание к сожалению это наша проблема но блин 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 классно вообще супер круто короче девчонки становитесь его фонючками очень вам советую молодой молодой парень так что когда шикарно поет просто вот нереально поэтому и как женщина поет и как мужик поет нифига себе это какой у него диапазон там наверное в 4 октавы если не больше у меня по моему заканчивается эпитеты и вообще слова но я в восторге я вообще в шоке и я честно говоря не жалею что решила снять это видео и сами это пообсуждать кстати я слышала что на этой в шумике витас по моему вот он в каком-то из туров по моему спел что-то типа опера номер два что ли песни витаса и говорят что якобы витас это моя песня что больше не бел нигде именно ты и еще заплатили типа гонорар за то что использовал мою песню теперь мне кажется сейчас каждый попытается на славе димаша вылезти кстати я знаю по моему на днях димаш встретился с джеки чаном очень уважаемый человек поэтому поздравляем пожелаем димашу процветания надеемся что по моему там 14 этапов будет всего то есть он уже четыре прошел получается на четвертую честно победил нет но надеемся что он победит во всех и в итоге станет самым лучшим исполнителем порвет всех и покажется многомиллиардной стране китаю как как надо петь как пойду на в казахстане вообще короче круто спасибо что смотреться на это видео надеюсь вам понравилось но здесь вам не было скучно нудно и надеюсь что я для вас что-то новенькое открыла и вам станет интересно послушать этого исполнителя и а если нет я надеюсь вам было интересно послушать и посмотреть на мою реакцию потому что я в шоке у меня такой 7 то есть у меня прям аж мысли отлетели потому что и молдум что он поет как он поет круто круто короче говоря все я вас их очень сильно люблю встретимся с вами и